Репетиция зажигательных лагерных танцев в разгаре. Скоро вожатые будут разучивать их вместе с детьми, а сейчас сами доучивают то, что получили от опытных экспертов на инструктивно-методическом сборе. Безусловно, акцент в нашей школе подготовки вожатых сделан на формирование практических умений и навыков. И, собственно говоря, данный инструктивно-методический сбор, на котором мы сейчас присутствуем, моделируют реальные условия, в которых будут работать наши вожатые на летних сменах. Школа действует еще с 2013 года. В качестве экспертов здесь как преподаватели Барнаульского педуниверситета, так и вожатые с многолетним опытом. У нас появились занятия по спортивным бальным танцам, чтобы вожатые были прокачаны в этой опыта. Также нейропсихологическая площадка, развитие креативности, развитие медиасферы, театрализации и многое другое. То есть мы хотим, чтобы в первую очередь наши вожатые были всесторонне развитыми личностями. Работа и общение с детьми – это не только танцы и развлечения. Вожатым необходимо поддерживать дружескую атмосферу в детском коллективе. И этому тоже обучают. Как наладить сотрудничество со своим партнером, другим вожатым? Как сплотить детский коллектив? То есть, ну, как предотвратить конфликты? Как превентировать буллинг? Они набрасывали банк решения данных проблем, как решаются эти проблемы, через предложение всех участников, которые были задействованы на площадке. В этом году, как рассказали руководители школы подготовки вожатых, выросли зарплаты для таких специалистов. Зарплата, она разная в зависимости от того, какой это лагерь, какая организация. В пределах от 14 до 20 тысяч рублей за смену. Свидетельство о профессиональном обучении ребята получат уже 11 июня и смогут на полных правах входить в профессию. Об этом, несмотря на сезонность работы, задумываются и те, кто будет вожатым в первый раз. Ну, основная профессия, скорее всего, у меня будет профессия учителя, но каждое лето, по возможности, я, естественно, буду работать вожатым. Организаторы школы подготовки вожатых надеются, что 420 их выпускников займут свободные места в организациях нашего региона, а спрос на них действительно высок. Стоит отметить, несмотря на то, что вожатые вкладывают большие физические и психологические ресурсы в свое дело, его они выбирают по зову сердца и невзирая на трудности. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.